Рада приветствовать вас, уважаемые коллеги! Я Станчук Оксана, наставник квантума виртуальной дополненной реальности республиканского технопарка Кванториум Башкортостана. Сейчас жизнь педагогического сообщества насыщена событиями и возможностями. Важно их заметить и не упустить. Тем более, что с 2019 года осуществляется проект «Успех каждого ребенка». В рамках национального проекта образования декларируется возвращение воспитания в систему образования. И кому, как ни наставникам, в первую очередь беспокоится о воспитании. Например, принялась смотреть сервис вебинаров «Методическая среда». И хотя они относятся скорее не к техническому направлению, нахожу там много полезного. Такие моменты методического драйва, что хочется сказать спасибо организаторам. Ведь 28 лет назад, придя в дополнительное образование, я начинала с росписи по дереву. А потом увидела, как растет в обществе неудовлетворенный запрос на компьютерную грамотность. Эта ниша пустовала, а потребность была большой. Интересуясь искусством мультипликации, прошла краткий курс по компьютерной графике анимации и загорелась идеей поделиться знаниями. А тогда еще не было для детей курсов по анимации. Я писала свою учебную программу с нуля. Она была абсолютно экспериментальной, авторской. А вскоре уже мы искали по всей стране детские конкурсы. Их на эту тему тоже тогда было мало. Наши ребята стали участвовать и занимать призовые места на всех уровнях. Брали первые места на международном цифровом ветре, гран-при на международном Владивостокском конкурсе. Он сперва был русско-японским, а потом в число организаторов даже вошел Союз Мультфильм. Однажды мы нашли очередной конкурс в Москве, умудрились приехать и занять там вообще все призовые места. Про нас стали говорить «А, эти уфимцы!». Позже несколько повзрослевших учеников уехали учиться режиссуре и мультипликации в Москву и Петербург. А одна из учениц, едва ей вспомнилась 18, была принята в старейшую уфимскую студию «Муха» и сейчас там работает профессионально. А несколько лет назад появились «Кванториум». Наш технопарк оперативно вписался в это движение. В связи с чем не получилось шанс снова сделать шаг в неизведанном для меня направлении. Когда поехала в первый раз на обучение по виртуальной и дополненной реальности, находилась почти на нулевом уровне, имея лишь некоторые зачатки soft skills, опыт работы с детьми, на который, как на стержень, нанизывались новые знания. Надо сказать, что коллеги и тьютер нашего направления вдохновляли меня. Они восхитительно живы и искренни. А направление VR настолько интересное, что пройти мимо такой возможности и упустить ее я не смогла. И сейчас, хотя мы с коллегами ограничены во встречах, постоянно кипит онлайн-общение, и это очень помогает. Да, я все еще ощущаю себя новичком в этой области, но у меня прекрасные ученики. А если наставник становится для детей не начальником, а единомышленником и старшим советчиком, лидером, то результаты не заставят себя ждать. При подготовке к конкурсу понадобилось перечислить грамоты и дипломы учеников за последние три года, так, чтобы текст умустился на одной странице. Я печатала очень маленьким шрифтом, но все равно на одну страницу все не влезло. Когда я участвовала в проведении семинаров для учителей точек роста, то некоторые занятия по hard skills вместе со мной удачно вели старшие обучающиеся нашего квантума, что вызвало изумление и интерес у участников. Старшие из учеников постепенно начинают дорастать до выпускного, и уже есть первые поступления, например, в Московский политехнический университет. Ну и помимо кванториумов, IT-кубов, точек роста и других субсидарных сущностей, сейчас в среде дополнительного образования появляются важные и полезные цепляющие за живое проекты. Совсем недавно познакомилась с проектом «Учим-знаем», мимо которого не могла пройти равнодушно. Он направлен на помощь детям, находящимся в больницах, иногда подолгу, месяцами, в сложных случаях буквально годами, ребенок оторван от нормальной жизни. Дополнительное образование может улучшить его состояние, дать перспективы и поддержать, создавая ситуации успеха. Работа с такими детьми для наставника имеет свои особенности, и ей мне тоже предстоит учиться. Надо сказать, что я вовсе не считаю, будто занятие компьютерными технологиями само по себе достойнее, чем декоративно-прикладное искусство, которое я начинала. В дополнительном образовании, воспитании, развитии детей равно нужны и важны и изобразительные искусства, и спорт, и краеведение, и многое другое. Я говорю лишь о необходимости открыться новому, развиваться, не стоять на месте, использовать все возможности. Ведь можно в своей области совершенствоваться методически, использовать новаторские формы. Просто если вы когда-нибудь будете стоять перед возможностью чего-то нового, важного, актуального, опасаясь сделать решительный шаг вперед, вспомните наставницу из Уфы, которая сперва рисовала цветочки на разделочных досочках, а потом окунулась в мир цифровых технологий. Конечно, можно много лет ехать, как поезд по давно проложенным рельсам, но такой поезд в силу инерции рискует столкнуться с неожиданно возникшим препятствием, например, с введением дистанционного обучения. И может произойти крушение. А вот у некоторых педагогов поезд может оказаться трансформером на воздушной подушке и успешно попробовать препятствия перелететь. Но я лучше сравню вас не с поездами, а с птицами. Да, можем парить в восходящих потоках, но потом все равно нужно активно махать крыльями. У меня заканчивается время для послания, дорогие друзья. Машите крыльями. Где-то там впереди летит легендарная чайка по имени Джонатан Ливингстон. Полетим же и мы.